Комсомол – шеф парков культуры и отдыха. Превратим парки в образцовые предприятия отдыха и веселья трудящихся. В минувшее воскресенье так и было, как написано, на одном из плакатов на площадке, посвященной столетию Комсомола. Юбилей будет отмечаться в конце октября, но весь этот год повсеместно проходят мероприятия, напоминающие о славной организации, с которой связана жизнь и судьба многих-многих граждан бывшего Советского Союза. Это была замечательная организация, гениальная организация. Комсомол мог организовать действительно интересный труд, интересный досуг, интересный отдых. То есть в этом ценность Комсомола. Понимаете, вот это воспитание патриотическое, подготовка к армии. Нам было интересно, мы устраивали соревнования в труде, в науке и техниках. И жилье устроили МЖК. Это все организовывается с участием Комсомола. И сейчас, конечно, мы вспоминаем эту организацию, подобранно вспоминаем. Для тех, кто по возрасту был в Комсомоле, работники районного библиотечно-информационного центра организовали викторину. Что такое маевка, кто изображен на значке ВЛКСМ, сколько человек повторили подвиг Александра Матросова, название каких улиц в Щелкове связано с Комсомолом, не каждый сходу сможет ответить. В программе для маленьких мастер-классы по изготовлению доброй советской открытки, или книжной закладки, или даже буденовки из газеты. Заодно дети узнавали, что была такая организация ВЛКСМ. Предлагалось также собрать пазл из комсомольского плаката. Мы складываем, ищем, например, куда это, вот сюда, например, да? Вот это куда, например? Вот сюда, например. И вот так, ниже пять минут должны собрать эту картину. Сорок пазликов. На фото-выставке в модном формате фотосушки – факты о славном комсомольском прошлом. Многие фотографии принесли жители Щелкова из своих архивов. Семейная реликвия и этот вышитый крестиком портрет Ленина. Вышивала прабабушка Ольги Глушко, руководителя кружка из Дома культуры Заречный, который и организовал такую добрую и ностальгическую площадку. Народ очень доволен, очень радостный, очень им приятно вспомнить свою вот, вот эту вот, так скажем, жизнь свою, да, прожитую. Им очень это интересно. И выбрали эту тему, ну, потому что все-таки в преддверии столетия, в КСМ, на сентябре, столет, поэтому... А кто-то в этот день вспоминал, как после комсомольских собраний бежал в парк слушать джаз. Джазовый фестиваль на ступенях Дворца культуры как будто стал частью презентации обновленного сквера Пушкина. На больших садовых скамейках не было свободных мест. Такие концерты в Щелкове пока редкость, но, возможно, скоро все изменится. Программу джазового фестиваля в Щелкове составили выступления Ольги Олейниковой и Николая Добкина, коллектива «Бо Джаз Бэнд» и Артема Айвазяна. Джаз Бэнд И не надо больше про джаз ничего говорить. Надо было приходить и слушать. Ирина Микена, телерадиокомпания «Щелково».